Вот шалфей, он уже у нас отцвел и если ему сделать подрезку, обрезать старые отцветшие веточки, он еще раз отцветет, чуть попозже, еще будет все смут стоять. Все цветоносы пообрезаем, это был шалфей, лечебная травка, если обрезать и так же потом отцветет лаванда, тоже ее обрезаем и она второй раз будет цветоносить, лаванда растет и в песке на нейтральной почве, но у нас тут песок, она тоже прекрасно прижила, вот это лаванда, сейчас вот это можно срезать небольшими, такими допустим, там тут Коля, и взять сделать сухие букеты, срезать, повязать такие вот пучочки и оно будет в тени сохнуть, а если уже надо, вот полностью покажи, где уже хорошо отцвело, цветет, вот это уже можно подушечку сделать, это уже для запаха, для аромата, цветоносы. Сейчас мне покажут шалфей, приводим в порядок шалфей, все не нужно и обрезаем. Какой аромат пошел, когда обрезаем. Да, и пошел аромат от шалфей, я трону лаванду, лаванда тоже запахла, а это вот молодые, пошли побеги, они тоже пустят, я все пообрезаю, будут молодые побеги. У нас на даче есть такая красивая ивушка, вернее три дерева, одно почему-то у нас засохло, палка вот такая длинная, а два хороших дерева, вот эти два дерева, ивушка очень быстро растет, любит конечно влагу, мы под нее вечно выливаем воду, поливаем. Вот этой ивушке уже 10 лет, этим трем деревьям, и ее очень-очень легко и просто размножить простыми веточками. Вот сейчас бабушка наша обрезает одну ивушку, которая сухая, вот такие веточки, они очень красиво переплетаются, и особого ухода не требует, ну кроме как конечно полива. Вот она немножко уже обрезала эту ивушку, и сейчас секатором еще пообрезает, и положим в воду, и они пускают корешки, и потом это все можно высаживать. Молоденькие, сантиметров 25-30. Водичку мы их поставим, они постоят у нас, и потом их высадим на новом месте, в виде забора. В виде забора будет. Их можно переплетать, как вам удобно. Делать беседку. Это декоративная ивушка, у нас во дворе в поселке растут немножко другие, они такие. Вот такими вот. И в воду. Пустили корни и втыкают. Можно вообще ее втыкивать, даже без прорастания корней, но во влажную почву. Ну лучше, мне кажется, пусть они постоят в водичке. Если у вас есть возможность, лучше конечно поставить их в водичку, вот такие веточки, они пустят корешки. Мы их сейчас нарежем, то что не нужно выкинем. Вот такая она высокая, эта ивушка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...